Духовные состояния По наслышке знают о кабале, а уже находятся в группе. Занимаются практически кабалой. Сказано, не могу я быть с гордецом в одном месте. Так Творец говорит, это из первоисточников. Там, где гордость, там не может быть света. Вот объясните, о чем идет речь. Гордость — это очень особое чувство, когда человек оценивает себя относительно окружающего, но, в принципе, относительно Творца. Когда он, в принципе, считает, что он может как-то указывать, что-то как-то управлять, воздействовать на Творца свыше. Это называется гордостью. Относительно людей это тоже проявляется, но относительно людей это может быть по-другому. Потому что я могу, естественно, как бы казаться гордецом. На самом деле я не гордец, а я просто таким образом, может быть, пытаюсь им помочь. Может быть, предотвратить какое-то несчастье. И поэтому указываю, поэтому давлю на них и так далее. Так что относительно людей это надо специфически смотреть четко в каждом отдельном случае. Относительно Творца гордости быть не может, а наоборот, принижение себя для того, чтобы получать от него, только низший получает от высшего, получать от него все больше и больше свойства духовные. Но дело в том, что гордиться при этом можно, только смотря, чем гордиться. Гордиться тем, что ты все время работаешь над тем, чтобы быть ниже Творца, для того, чтобы получать от него, потому что только таким образом ты можешь доставлять ему наслаждение. Ну а сам Творец, он гордец? У нем есть гордость? У Творца нет этих всех свойств, потому что у него нет желания получать. А это только в желании, только в творении есть? Конечно, это только в творении. То есть он специально создал в нас вот эти все, мы изучали, гордость, зависть, ненависть. Да, да. Все это для того, чтобы мы исправили? Чтобы правильно реализовывали желание получать, которое он создал в нас. Это называется исправить, то есть правильно использовать. Да. То есть гордость — это нормальное состояние. Это очень хорошее свойство. Проявление свойства. Если им правильно пользоваться. А как правильно пользоваться? Самое главное — это цель, которая определяет средства. Гордость — это средства. Зависть, стыд. Дайте пример правильного использования гордости. Так и сказано. То есть возгордиться сердца его на путях к творцу. Непонятно. То есть я могу гордиться тем, что я нахожусь в пути творцу, в исправлении. Что высшая система, она выбрала меня для того, чтобы притягивать к себе, для того, чтобы я тянул за собой остальных. Окей, это понятно. А отрицательная гордость? Когда нельзя мне гордиться? Или как я... Неправильное использование гордости? Это зависит от неправильного использования. А как? Что, дайте пример. Когда я использую свою гордость, когда у меня под этим нет никаких оснований. Я не привожу других к цели, я не приближаю других ни к чему. А чем я горжусь относительно них? Тем, что я такой. А это не зависит от меня. Поэтому гордость не на свой счет. Не, ну я горжусь тем, что я красивый, сильный, умный. Нельзя этим гордиться. Меня так создал творец. Я горжусь тем, что меня так создал творец. Ради чего? Ну это ему виднее. Нет, а ты при чем здесь? Ты ноль. Ну меня так создал. Значит, наверное, я заслужил так. Извиночку, я должен тебя уважать. Чем тебе гордиться, что тебя таким создал творец? Это гордость не за себя, а за творца, что ли? Или то, что он тебя создал таким? А для чего он тебя создал таким? Что ты реализуешь при этом? Не, ну я тоже как-то приложил усилия, чтобы... Что? О, это другое дело. Ты приложил усилия к тому, чтобы быть особым человеком. А теперь вопрос. Это действительно особый человек? В чем он особый? Он особый в том, что его уже разыскивает полиция целый год, и он не может поймать? В чем он особый? Вот тут видно, относительно остальных людей, относительно творца, как ты себя ведешь, поэтому ты можешь себя оценить. Чем гордиться? То есть человеку самому по себе гордиться нечего. Он в процессе изучения Каббалы понимает, что все его отрицательные и положительные свойства данные ему свыше. И дан свыше анализ, как правильно использовать их и положительные и отрицательные свойства. Вот пускай работает. То есть любовь к самому себе можно назвать как гордостью, да? Любовь к самому себе. Это гордость? Любовь к самому себе это даже не гордость, это просто эгоизм. А гордость, когда он гордится, когда он что-то извлекает из себя. И считает, что это возвышает его над остальными. То есть можно так сказать, что я могу гордиться, когда я преодолеваю свою природу, свои естественные свойства. Это хорошее. Если я нахожу в себе силы, и я их получаю благодаря своим усилиям от группы, и таким образом я горжусь, что у меня есть силы, допустим, поднимать важность товарища. То есть если важность товарища, важность цели, важность творца, то есть все, что направляет нас к цели творения, то тогда, конечно, эта гордость, вот о ней и сказано, возгордись на путях к творцу. То есть все относительно какого-то абсолюта, эталона, и все это, мы говорим, творец, свойства отдачи, объединения в группе, относительно этого все остальные свойства я как бы измеряю. Да. Их положительное или отрицательное воздействие. А вот такое состояние, или даже, ну, герой, да, не знаю, есть такой в человеке, да, кто, кто называется вообще героем? Могу ли они в городе? Только творец. Творец. А так и ворлящем это, наверное, да. А написано, не знаю, написано в каббалистических источниках, что героем называется человек с разбитым сердцем. Расскажите. Это другой тип героя, когда он преодолел все-все трудности и достиг состояния, когда, несмотря на проблемы, несмотря на все, что он преодолел, он смог достичь состояния подобия творцу. И в этом измеряется его геройство. То есть сумел превозмочь все те трудности, которые были на его пути. А как вообще преодолевать гордыню? Есть какой-то метод? Только лишь в группе, когда ты относительно него, нее нивелируешь себя. Ты ноль относительно товарищей. Это самое верное. Потому что относительно Творца мы не видим, не ощущаем, не всегда, по крайней мере, не ощущаем. Относительно группы это проще всего сделать. А можете сказать, что у вас написано в блоге, что гордость это подумать хотя бы в одной из всех ситуаций, которые могут случиться в моей жизни. Что кто-то другой должен измениться, а не я сам. Да. Но это уже другой пилотаж. То есть это я сам должен измениться. А не как принято менять других. Да, потому что я ощущаю мир так, как я его ощущаю. Поэтому если я горжусь, значит я неправильно смотрю на мир. Правильное видение мира, когда я сам по себе самый низший, ноль. И я вообще имею право на существование только если я привязан и направлен на Высшего, на Творца. То есть я могу гордиться тем, что я делаю, у меня нахожу в себе силы делать добрые дела людям. Я могу этим гордиться или нет? Или это во мне Творец, как бы это естественно... Вот ты и ответил. То есть это так, Творец дал мне силы делать... На самом деле правильный анализ приводит нас только к Творцу. И поэтому если я горжусь тем, что связан с Ним, Он дал мне силы, дал мне разум, направил меня, как сделать то, что я сделал. И я горжусь тем, что Он мне это дал. Через меня это сделал. То есть в принципе я могу гордиться только тем, что Он мне дал эти силы. Он внутри меня и всем управляет и все делает. Получается вообще нечем гордиться, если это все он делает? Есть. Тем, что ты все-таки в своей группе создал такие условия для того, чтобы быть правильной системой, для того, чтобы творить через тебя и справлял. Так я понимаю, что я раскрываю, что это Он все... Он является горючим, Он все сделал. Ну это на самом деле и так. Ты и есть та машина, которая... механизм, система, через которую Он все исправляет. И ты этим гордишься. Тем, что ты работник или раб Творца. То есть я просто как проводник, а он как электрический ток, который проходит. Но для этого надо себя таким сделать? Из абсолютного эгоизма достичь такого состояния, когда Творец лепит из себя все, что он хочет? А ты при этом аннулируешь свое «Я» и готовь на любые его действия в тебе. Спасибо. Это была передача «Духовное состояние». Гордость. До следующей встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...